МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русл, здравствуйте в этом выпуске. Трасса для снегоходных соревнований Бурандей, которые пройдут 20 марта, в Наринмаре почти готова. Познакомиться с ней гонщики смогут на Качгартинской курье через пару дней. В Наринмар съехались главы сельских поселений. В рамках рабочего семинара они получат ответы на вопросы, наиболее актуальные для отдаленных населенных пунктов. В этом году зима по-настоящему испытала жителей Харуты крепкими морозами до минус 50. Однако даже такую проверку на прочность прошел в поселке после ремонта детский сад. Эпидемиологическая ситуация в регионе. Расселение ветхого жилищного фонда, компенсация за аварийное жилье. Эти и другие вопросы глава региона обсудил в ходе женедельного оперативного совещания с руководителями органов власти в режиме ВКС. В Ненецком автономном округе по-прежнему сохраняется повышенный режим готовности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, так же, как и масочный режим. Однако ряд ограничений, предусмотренных ранее, были сняты с повестки дня. Отменены посты контроля на Лаевожской дороге для въезжающих с Зимника и в Наринмарском аэропорту. Жителям округа, прибывающим из других регионов, больше не нужно предоставлять справки о ПЦР-тестировании на коронавирус и находиться на двухнедельной самоизоляции. Отмена самоизоляции для людей старше 65 лет. Разрешены мероприятия с наполняемостью залов до 50% посадочных мест. В ЗАГСе на церемонии бракосочетания разрешили присутствовать гостям молодоженов. За неполные две недели после снятия первых ограничений на территории региона зарегистрировано 32 случая заражения COVID-19 среди заболевших как жителей Наринмара, так и окружных сел. По информации Департамента здравоохранения, Ненецкий округ в общероссийской статистике находится в середине таблицы по уровню заболеваемости с коэффициентом 0,2 на 10 тысяч населения. У нас на лечении находится 81 человек, 13 человек находятся на стационарном лечении, 4 из них находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии. По состоянию здоровья остальных пациентов у нас 3 удовлетворительных, 4 средне тяжелых и 6 в тяжелой степени. 69 пациентов получают лечение в амбулаторном режиме, а амбулаторные пациенты все удовлетворительные. Всем пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении и возраст которых составляет 70 лет, предложено госпитализироваться. На сегодняшний день у нас 2 пациента, отказаясь от госпитализации, старшей высотой категории получают лечение в домашних условиях. В округе повсеместно продолжается вакцинация от COVID-19. Количество привитых приближается к 3 тысячам человек. Самих доз вакцин для продолжения прививочной кампании осталось немного, порядка 600 штук. Сегодня созванивались с Министерством здравоохранения. Ожидается выпуск в гражданский оборот новой партии вакцины к концу марта. По предварительным данным мы информируем, то есть в начале апреля они начнут рассылать по регионам. Что касается эпидобстановки в образовательных учреждениях региона, их 53, то на сегодняшний день, по информации руководителя Департамента образования, культуры и спорта Антона Пустовалова, в городских детских садах «Солнышко» и «Теремок» закрыты по одной группе из-за контакта с заболевшими коронавирусом. Ещё одна группа в «Теремке» находится на карантине по ОРВИ. Из-за повышения порога заболеваемости ОРВИ закрыты также школа в посёлке Устькара и детский сад в Щелином. В Харуте из-за контакта по ковиду не работает детский сад, а также закрыт на карантин девятый класс в школе. По итогам поездки в Макарова Юрий Бездудный в ходе оперативного совещания поднял вопрос о необходимости реанимировать действия окружной программы, предусматривающей компенсацию жильцам за расселяемое ветхое жильё. Реализация программы была приостановлена в прошлом году из-за проблем наполняемости окружного бюджета. Староста подняла такой вопрос, который, собственно, наверное, характерен для многих поселений. Дом 12-квартирный, 8 квартир уже расселены, там никто не живёт. Живёт 4 семьи в 4-х квартирах в 12-квартирном жилом доме, который отапливается, содержится, и, естественно, содержание это оказывается совсем не маленьким. У нас не только в Макарова, но также к нам обращался и посёлок Искатели, то есть такая же ситуация есть по нескольким домам и там, о том, что большая часть квартир расселена, остались там несколько квартир, которые написали заявление на компенсацию. С учётом труднофинансовой ситуации в прошлом году, у нас этот закон на этот год был приостановлен. Есть предложение о том, чтобы поработать, мы сейчас поработаем программу, внесём в неё изменения, то есть в переочерённом порядке, включим возможность как раз предоставлять вот таким семьям, которые в расселённых домах, которые написали заявление на компенсацию, и этот закон предлагаем реанимировать в части вот этих граждан. Чтобы, ну, сейчас запросим муниципалов, у муниципалов сколько таких у них домов, сколько таких семей, посчитаем, какая нужна будет сумма, и, в принципе, можем перераспределить в рамках одной программы этот закон средства со строительства. Глава региона поручил профильному департаменту провести соответствующую работу в этом направлении и собрать сведения по всем муниципальным образованиям. Если мы будем понимать, что это посильное решение, то будем вносить изменения в закон. Ольга Русул, Алексей Орлов, Телеканал «Север». В Норинмаре стартовал ежегодный семинар с главами муниципальных образований Ненецкого округа. В рамках рабочей программы, которая включает учебно-консультационные встречи с руководителями различных ведомств и организаций, главы сельских поселений получат ответы на вопросы, наиболее актуальные для отдалённых населённых пунктов. Программа семинара ежегодно состоит из тех вопросов, которые главы окружных муниципалитетов формируют в течение года. В основном проблемы в сёлах одни и те же. Это и доставка почты, снабжение водой, мобильная связь и интернет, а также строительство и ремонт жилья и социальных объектов. Самая острая проблема – это у нас, конечно же, плачевное состояние зданий образования, культуры и, соответственно, большое количество аварийного и ветхого жилого фонда. Это самая острая проблема на сегодняшний день. В течение пяти дней участники семинара обсудят и такие немаловажные вопросы, как организация отдыха детей по бесплатным путёвкам, занятость населения, сдача экзаменов на право управления самоходной техникой на селе и многое другое. В первую очередь, наверное, это встреча со специалистами, которые могут пояснить многие вопросы, которые очень пригодятся в работе в последующем. То есть это изменения их законодательства, которые у нас меняются достаточно часто. Где-то на работе мы не всегда успеваем это всё отслеживать, а здесь уже в комплексе многопрофильные многоотраслевые специалисты могут пояснить многие вопросы. Плюс решить проблемы, которые у нас есть в нашем муниципальном образовании. Здесь можно переговорить уже непосредственно с руководителями департамента, встретиться и со специалистами в узких сферах деятельности. Оказание главам окружных муниципалитетов консультативной и методической помощи – основная цель ежегодного семинара, который проводит департамент внутренней политики Ненецкого округа. Здесь будут рассматриваться и вопросы изменения федерального законодательства, в частности по линии коренных малотечественных народов Севера. То есть здесь будем обеспечивать взаимную работу. Также наиболее острая проблема сейчас пожарной безопасности, которую мы все это ощущаем на себе, особенно в муниципальных образованиях. Здесь коллеги также к этому вопросу подключатся. В рамках семинара главам поселений были вручены благодарственные письма и грамоты, а также прошла рабочая встреча глав муниципальных образований с губернатором Ненецкого округа Юрием Бездудным. Что бы ни произошло, со всеми бедами, проблемами, люди не летят на Ренмар и тем более в Москву. Они в лучшем случае пишут нам, но идут они к вам в голове. И для того, чтобы вы эффективно управляли, могли, скажем так, развивать свои территории, и организовали этот семинар. Ну и, разумеется, это возможность пообщаться, обменяться каким-то опытом. Завершится учебно-консультационный семинар 19 марта в администрации Заполярного района, где участники обсудят подготовку к осенне-зимнему сезону и ряд других вопросов. Александра Литкова, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал Север. Морозы не страшны. Воспитанники детского сада в поселке Харута на себе испытали качество ремонта учреждения. За время студенных морозов столбик термометра падал только за окном. Приемная у старшей группы. Очень ютно, комфортно и тепло. В этих светлых, теплых стенах еще не так давно все было по-другому. Капитального ремонта здания сотрудники не помнили аж самой его постройки. «Построено это здание в 70-м году. И с 70-го года не было хорошего капитального ремонта. Здание, конечно, уже пережило у нас. Три наводнения, все равно здесь вода была. И было очень прохладно. Ветер подул, у нас холодно». И вот, наконец-то, дождались. Летом 2020 года сделан ремонт. Была выполнена внутренняя отделка здания, заменена кровля на здании и многое другое. Ремонтные работы шли под чутким контролем заведующей учреждением. «Очень много было заменено венцов. Это вот нижний венец полностью заменен. В некоторых местах даже до 7 бревен пришлось, не бруса, пришлось менять. Крышу подремонтировали хорошо. Заменили шифер новым профнастилом. Новыми технологиями, как говорят, все это сделаем. И поэтому, ну, по крайней мере, сейчас пока жалоб не было». На сегодняшний момент в детском саду 26 воспитанников. Ребята поделены на две группы. Каждая групповая ячейка состоит из игровой комнаты, спальни, туалетного блока и раздевалки. «Это то, что раньше было, и нынешний ремонт очень эстетичный, красивый. И поэтому, я думаю, и детям очень нравится, и родителям довольны». В этом году зима по-настоящему испытала жителей поселка крепкими морозами до минус 50 градусов. Однако даже такую проверку на прочность прошел детский сад. За все время температура в здании оставалась неизменной. «В проекте у нас школа-сад. Проект уже, вернее, готов. Тоже последние согласования идут. На 80 метров детский сад. В современные технологии, в принципе, опять-ка мы к ним возвращаемся, так, современные технологии. Надеемся, и в недалеком будущем мы тоже уже начнем строительство этого здания». Добавлю, строительство новой школы-сада уже идет. На земельном участке, выделенном по строительству детского учреждения, возводится фундамент. Александра Литкова, Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север», поселок Харута. Ежегодно в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы. Люди, работающие в этой сфере, помогают другим в сложных жизненных ситуациях и не только. О людях с добрым сердцем расскажет Елизавета Кабанова. Комплексный центр социального обслуживания был создан 1 марта 1994 года. Вот уже более 25 лет его работники оказывают помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. «Деятельность учреждения осуществляется по трём функциональным направлениям. Это решение общих вопросов, социальной поддержки граждан, признанных нуждающихся в социальном обслуживании, поддержка семьи женщин и детей и социальная медицинская реабилитация граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних». В учреждении функционируют пять отделений – помощи семьи и детям, помощи на дому, кризисное отделение донуждающихся, отделение дневного пребывания и отделение срочной социальной помощи. «Люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, здесь и сейчас могут обратиться к нам за помощью в срочном порядке. Продукты, одежда, консультации, сопровождение, спецтранспорт, пункт проката средств реабилитации. У нас есть выездная мобильная бригада. Выезжаем на сёла. Состав мобильной бригады формируется от нуждаемости граждан. То есть это и специалисты соцзащиты, и центры занятости, и госюрбюро, и пенсионного фонда. То есть те специалисты, в которых нуждаются сельские жители». Центр также осуществляет поддержку граждан, которые не могут выходить за пределы своей квартиры или дома. Социальные работники помогают таким людям в быту – сходить в магазин, сдать анализы, получить лекарства в аптеке. В городе всего пять социальных работников. На каждого приходится по девять человек, нуждающихся в помощи. Два раза в неделю сотрудники навещают их и помогают решить возникшие бытовые проблемы. Такие социальные работники также есть и в семи посёлках округа. «Неминус у нас два социальных работника. На сельского социального работника постановлением определено шесть граждан. Там тяжёлая работа в плане подвозка воды, уголь, дрова, вынос шлака. Вот такая работа больше». В центре также проводятся занятия с детьми, на которых ребятам оказывают комплексную помощь – от массажа до психологической терапии. Подобные услуги оказываются и для граждан более старшего возраста. Также центр помогает тем, кто оказался без определенного места жительства. «К нам обращаются граждане с различными ситуациями. Это и граждане, которые прилетают из сельской местности для обследования в больнице, а также люди, у которых нет места жительства. Это и без определенного места жительства, и те граждане, у которых нет работы». Помимо решения жилищных проблем, отделение также оказывает помощь в восстановлении документов и трудоустройстве. Людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, также может быть предоставлен бесплатный обед. Центр активно взаимодействует с региональным отделением общества «Красный крест», куда любой желающий может пожертвовать не только одежду, но и перечислить финансовые средства. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Трасса будет готова в четверг. Меньше недели остается до начала соревнований по снегоходному кроссу на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова. В этом году гонки пройдут в 25-й раз. В эти дни идет активная подготовка трассы. Потенциальные гонщики подают заявки на участие. Подробности далее. Контур будущей трассы уже готов. Его определили в минувшие выходные с учетом пожелания самих гонщиков. Сейчас идет конструирование элементов безопасности. Сегодня закончили стартовую поляну. Ее уже сформировали, разгладили. В течение недели практически завозили чистый снег, который был на территории, в том числе с территории стадиона вывезли, потому что снега на реке было очень мало. Но вот, слава богу, хватило, закончили. Соревнования по снегоходному кроссу на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова состоятся в субботу 20 марта. Место для проведения гонок было выбрано согласно опросу потенциальных участников и жителей города. В этом году было решено не разрывать культурную программу и саму гонку. И вот у нас, скажем так, центр, ну, все внимание, и основная масса народа будет концентрироваться как раз-таки вот на данной площадке. Поэтому именно для этого сюда смещен стартовый городок, сама линия старта смещена сюда, и трасса в целом немножко пододвинулась. Ну и самые интересные элементы, в том числе зрелищные старты, финиш, они будут вот, ну, практически как с трибуны видны вот с этого берега. На сегодняшний день заявки на участие в Бурандее подали 36 человек. В категорию мужчины 18-55 лет зарегистрировались 24 человека. В категории женщины три участницы. Ветераны также три человека. В классе свободный для снегоходов иномарок пока планируют участвовать 6 человек. Прием заявок завершится 18 марта в 17 часов. Подать их можно в Дюц-лидер. Участники Бурандея смогут начать тренироваться на состязательном маршруте уже в четверг. В пятницу мы созвонили с Даниилом Николаевичем, так как мы в Красном подготовили свою тренировочную трассу. Вот, у нас есть там контур-уклоны, стол, и это будет зрелищно, это будет интересно, во-вторых. И вот предложили в пятницу Даниилу Николаевичу, он нам скинул готовый трек-трассы. Мы его немножко подредактировали, вот вчера, ой, позавчера встречались, сегодня с представителями тоже гонщиков. Приехали сюда, подредактировали некоторые повороты, контур-уклоны где сделать лучше. Обустройство трассы в этом году проходит в тесном сотрудничестве с гонщиками. Организаторы стараются учесть все пожелания спортсменов. Постоянно на связи с организаторами Бурандея занимаемся, в первую очередь с Даниилом Николаевичем. Он все равно прислушивается к нам, и это очень хорошо, ну, как организатор, он слышит нас, гонщиков. Кроме того, для болельщиков и гонщиков в районе боулинга будет оборудована просторная стоянка. В 2021 году Бурандея пройдет в юбилейный 25-й раз. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И на этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»